теперь вот так какое пренебрежение ко мне а посрал не стеклянный корч не рыба а а и 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 всем привет с вами снова мировая рыбалка с фаворит и на этот раз мы не стали забираться очень далеко мы находимся в вилково город на воде рыболовный город почему именно тут мы ну во первых многие спрашивают под нашими видео почему вы рыбачите только за границей не рыбачите в украине поэтому мы хотим видеть рыбалку у нас в стране и во вторых говорят здесь есть рыба это мы и собираемся проверить ну и второй вопрос который наверное у вас возник почему здесь не ваня а паша ну собственно многие говорят что мы с ним похожи и и поэтому я могу выступать в роли его дублера это первое но к сожалению мы не были достаточно похожи тогда когда он снимался в эмиратах либо в италии но как бы сейчас я чуть подтянул схожесть и вот меня взяли как говорится наконец-то сниматься передать на самом деле это не так ваня просто в командировке в очередной ну у него много дел ну а паша мы проверить решили на экспертность пускай доказывает на деле что он может ну ладно поехали а а а и а и и и и и и Это же еще карпуша сколько, она такила где-то в три. Вот это? Это кора. Это подушка. Да? А вот, смотри, это кефалюди здоровые. Амур, амур, амур. Амур. Амур, да. Ну и судочки, смотри. Ну да. Пару килограмм, да? А почем Дунайка? Дунайка нет, 59 штамм. В этом году хорошо пошло. Это так, чтоб себе покушать, голова и хвост. Чтобы понять, какая рыба ловится в том регионе, где вы оказались, просто зайдите на рыбный рынок. Где проверь свежую вот эту. Свежую. Шевелится реально еще, карпуша. Здесь можно понять все сразу. Здесь есть сазан, здесь есть судак, сом. Кефаль. Кефаль, платва, густера, окунь, а караси. Караси вообще вот такие. И говорят, что есть судаки реально больше, чем вот эти, что лежат, говорят и по три, и по четыре килограмма попадаются. Но уже говорят, продавали. Но мы сюда заехали не за этим, а чтобы купить продуктов, поскольку два дня нам здесь на островах тусить. А надо чем-то вкусным питаться. Надо. Персики, персики. Персики вкусные? Смачные? Да. Какие-то они жестковатые. Килограммчик. Чесночин. Сколько денег? Ему накиньте еще за то, что съешь. Помидорка домашняя. Килограммчик вам или всю эту бабочку. Да. Ну да, да. Здравствуйте. Ого. Это что за? Брынзочку скрипучую. Нет. Таблетки? Не пробую. Свои поля. Да. Красиво. Да. Да. Виноградик. Нет, нет. Две веточки. Давайте я вам дам все. Персики по 10 гривен. Хватит персика? Пошли. Да по 10 это просто, это нельзя, это для своих. Будем вспоминать все скалолазные приемы. Вот мы с тобой, Серега, вышли в Дунай. Да. Ну, город вроде как прикольный, но ничего не скажу. Единственное, что вот эти штампы из телевизора, которые нам все забиваются типа в голову. По поводу украинской Венеции? Да, украинская Венеция, ла-ла-ла. Ну, как бы не знаю, пусть Венеция остается в Венеции, да и опять-таки бюджет туда съездить явно не такой, как съездить сюда. Вот. Но, не знаю, там то, что я видел в телеке, много каналов, много лодочек этих всех. Анголы местные, где они? Мы просто спустились на Пеликане здесь и по самому каналу мы не проходили. Если хочешь, можем сейчас пройти. О, давай, специально пройдем и заодно ты увидишь всю эту аутентичность этого города. Ну да, да, да. Тоже надо сказать, что я был в Вилково и видел все. Давай. Сейчас зайдем. Какой корсовочек неплохой. Это, наверное, для рыбацкого явно промысла, потому что вот такие, когда коврики, это чтоб сети спускать. Ну, много. Вилково город промысла. Да. А вон кошка специальная, наверное, чтобы эти сети поднимать. А вон собака специальная. Да. Чтобы свете охранять. Да. Впечатляет. Ты не в курсе, из какой древесины эти лодки делают? Они выглядят, как будто им по 150 лет уже. Без понятия. И при этом до сих пор не испортились. Здесь уже интереснее. Да. Здесь уже красиво и очень оригинально. Так прям вот дом, стена, там не знаю, от порога там три шага и ты в лодке. Тут где-то там гроздья винограда прямо над водой свисает. Одно вот я сразу понял. Здесь наверняка не бывает очень больших паводков. Либо люди от них, не знаю, как они спасаются. Если у тебя дом просто полметра и уже порог дома. Очень больших нет. Дунай не зарегулирован, так как наш Днепр. А, понятно. Здесь не дают струи. Здесь струя зависит от ветра. Ветер с моря, либо ветер в море наоборот. Ага, я понял. То есть то, что... То есть то, что... Поэтому уровень выше-ниже. То, что поют цыганчата в поездах метро, ветер с моря дул. Ветер с моря дул. Нагонял беду. Это все не просто так. Да, нагонял беду. Они явно были из Вилково, эти цыганчата. Здесь есть шанс рыбу поймать? Здесь да. Мы встречали здесь людей. На поплавок здесь ловят сто процентов. Угу. Но движение здесь такое интенсивное, что ловить мы здесь, пожалуй, не будем. Не люблю ловить в запрессованных местах. Поэтому поехали на основной Дунай. Поехали. Перекрестра. Да. Поехали. 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 Я так понимаю, пограничные, да, типо вот эти столбы? Да. Вот та сторона это Румыния. Вот тут уже румынские суда стоят. Ага. Попробуем где-то здесь. много здесь выдумывать не надо здесь есть жерех здесь есть судак жерех 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 небольшой но кайфануть можно по нему затянуло небо полностью да затягивает очаг погода как щучья давай пока не затянуло попробуем что-то нарисовать один ультровый комплект один скажем так один взрослый ультралайта один обычный ты профиком я аренкой так под нами 8 метров по сути вся ловля на сплав ты выбрасываешь берег главное в корягу только не закинуть да или чтоб чайка не съела твою приманку раньше чем жерех чайки вижу здесь достаточно много да вообще разные птицы много сколько вон этих всяких там камышей коров видел как у них молоко забрать если они такие резвые так гоняют это что-то яркий пока их догонят тут наверное такие атлетические прокачаны не на самом деле эти открою секрет здесь коров вывозят просто и они здесь сами живут потом их отстреливают на мясо а молоко ну смысл мне же вне же молоко есть и их здесь не для молока держит фраза а сколько это корова дает молока здесь не актуально не так и не только корова еще лошади если повезет ночью еще койоту услышишь ты же знаешь как в рыбалке да ну что вот ловится на это сегодня вилка может каждый день отличаться пункт сегодня ловится на воблер жерех завтра судак на джиг в той же точке ты имеешь в той же точке то есть жерех исчез появился судак да там не там ниже по этот вот перед поворотом вернее за поворотом я видел что несколько деревьев торчат заваленных можно попробовать под деревьями по теме пойти ну который по фарватеру смотри вино видишь заправок нету а вино есть да ну судя по всему я так понимаю все из одной бочки местное вино но вот но вот но вот я понял как на вакаин красное сухой я понял попробуем потом потом уже не спеши и так медленно здесь я думаю дрейфом пойдем ну смотри здесь коряги такие то что надо такой лес стоял под берегом это по любому я могу подумать на милляке эти бы корчи скорее всего лежали бы они стояли вертикально есть показывает как он их нам относится к нашим приманкам на сплав мне кажется все таки больше шансов будет мотор не шумит то есть это мы что сделала именно в моторе не в том что именно скорость мотор лодка он все-таки чувствует шумим в железе сплавляешь что мы шумим на якоре я думаю плюс-минус одинаково разговорами больше в этом плане знаешь где прикольно ловить рыбу под мостами вот где-нибудь там в киеве выберешься под мост по тоннере под мост метро там поезда ходят с интервалом в три минуты баба 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 машины там поедем всех канальдерами там там рыба там по ходу вообще глухая с детства рождается для меня капнул дождик только дождя нам не хватало нам еще палатку ставить место для лагеря можно выбрать нормальное место даже в легкий дождик можно выставляться и замечательные завалы просто красивые здесь думаю кстати сама должно быть много я думаю если на квок попробовать без проблем есть не крупный но он но правильный но правильный ахаха вот у меня сейчас отлегло заметил белый тут вообще я на були например привык ловить таких знаешь красной красной карты на раттли это такая активная поисковая приманка сами поздравляю тебя я же решать ты же мешать мне при вилковскими не приняли в клуб белый вообще такая игру как селедка о показываю вот такой вот маленький раттли до маленький да удаленький какое пренебрежение ко мне и убежал единственная тема которую я заметил пятки потому что жереху он настолько быстрый опа хорошенько ну да можно ставить на якорь серёга тут походу мы попали на место скопления рыбы так может быть подсачек давай ну скажем так хороший да да ну так где-то я думаю упала тела опа профика пригрузил чуть-чуть поработал показываю навыки владения под соком нормальный пацан батя я стараюсь ботя я же решать не молодец кто молодец паша молодец ну нормально да и буду щедрые нет и кстати по факту он реально загружка тело 820 жерех хищная рыба семейства карповых распространен в больших и малых реках бассейна каспийского и черного морей средний размер 40 50 сантиметров при массе полтора два килограмма однако встречаются особи более одного метра длиной и весом свыше десяти килограмм интересен способ питания жереха поскольку рот у него как и у всех карповых не снабжен зубами его основным оружием остается хвост врываясь в стаю мелкой рыбы он глушит ее мощным ударом а потом спокойно собирает промыслового значения не имеет но ценится как объект спортивного рыболовства за мощные поклевки и достойное сопротивление при вываживании попа вот такая маленькая штучка такая немаленькая рыбка пользуйся серёга наработочкой возьму себе на заметочку он по загривку от кого-то был получал загривок пострадавший проба говоришь ратлины да да у меня были счет с китая сбаса тнк 50 плюс-минус я думаю скажем так братлин очень недооцененная у нас приманка называется сделал большую паузу спеша вел просто есть отбойник мы сейчас этим отбойником воспользуемся один у нас очень недооцененная приманка то есть тонет она быстро все считают что тому тонет быстро упадет на дно в корче зацепится оборвется и все такое прочее но она настолько широко скажем так позволяет обловить все горизонты вот смотри сейчас мы ловим поверхность давай держи свою руку я буду отпускать он может слоях воды может на дно джиговать чисто по классике вот как как ты джигуешь скажем там не знают судака то есть все это ты можешь этой примаркой делать ну понятно что вот в таких ситуациях как как мы сейчас надо еще с собой иметь отбойник отбойник главное отбили спасение отбойник решать решала отбойник у тебя канико у меня а восьмижилка потому что любишь у подальше летала а еще же но этот вот историю с деснянской ловли жереха пробиваем одно место ничего во втором месте сразу на влете выходит из-под этого папа отстрелился в облеру вообще как бы тонуть это же ватлен да бывает да как так вот это вот веселая история про жереха сейчас же про деснянского расскажу в двух словах приехали ловить на джиг может жереха четверку но все равно дальше продолжаем джиговать тут как бы у меня на пути такое дерево лежит берег заваленная превышая сейчас не ускорить ну просто я не знаю да какой там сумасшедшей скорости я сейчас свой джигу в этом дереве похороню я ускоряюсь уже приманка выходит на поверхность белый виброхвост я вижу жерех такой вальяжно так вокруг него а я уже откручу не дым кажется из катушками это понимаешь так опача опача так вальяжненько плываю на неспешать вообще знаешь на первая передача знаешь только на пониженной такой и и вниз я такой думай вот это ты зверь с какой же скорость ты плавает да есть да ну красавца рад ли нет медийка ладно тебе пойдем все серега тоже молодец но тут место по жереху ну просто вот как учебник знаешь типа мол как поймать жереха иллюстрация тебя умыл и менял не имею бы меня обосрал и свалил у меня тоже кстати есть медиа и не цепляю просто тебе поддаюсь не реально есть медиа ты думал что ты только один этот я знаю что ты тоже ценитель этой приманки а при этом я ее ценитель еще и в большем размере она есть еще 88 85 они помнят ну мы в таиланде канала вид по красоте и так светит вообще-то а я понимаешь разновливаю новый ратлин ратлин это сила вашему вниманию предлагается кто чаби вайбрэйшн так хорош брызать не на лицо я конечно гуманист но я против крючков у меня в руки все но самое главное что вот есть такая печальная штука когда ты веришь ну не только там в класс приманки в конкретную модель там светлась она у тебя одна повредка было на головле приехал на бух бах там черрика ван футер отстрелил или там щука среду и все слезы и до пола и думаешь блин это же единственная прямого на нее клевала на это ничего не надо да рыбалка закончилась и все прочее а по факту получается сотри работает класс приманки аккуратлен как класс и место что конечно если тут были какие-то щучьи восьмерки здесь небольшого красавчики а ну-ка а я сделал паузу реально моего доживала на паузе я отвлекся до твоего за это мы любим вилков да я понимаю конечно ладно бы кто скажет это не жерех он не крупный но дуплет сразу и тем более я вообще здесь мультовый чувак меня вывезли так меня туда вывезли показать рыбалку на лайтовые снасти да но лайтовый профик до восьми грамм по по сути его здесь вот реально хватает мощнее палку вот сюда бы я бы не брал ну конечно если бы тут кабаны начали влетать какие-то трешечные уходить корчи тогда конечно надо было бы брать какую-то рыбу по вернее рыбу палку посерьезнее да что поймать нет тоже нормальный боец туда оттق надо у нас красава но смотри краснопер ну такой краснопер ват или легкой краснопер легкая краснопер нарисовалась могу просто целый день стоять и вот наслаждаться этим наслаждайся наслаждатор ты мне это судак обещал вывести то шуши не такие прорезу это ты смотри сережка кидач через веточку реально а если жаре клюнет за веточкой то что вот видишь мне за веточкой уже когда я перекинул я как раз веточку перевалил легся торпеда по поверку выскочила торпедичка пойдет стандартного более-менее размера так вот но зато кайфовать как можно да кстати до сих пор не повесил да то магнитик да это ты зря потому что если такие вещи не страховать они имеют свойства улетать куда-то неизвестном направлении зацепил через борт только брык и все но этого ты сам отпустил он от тебя не убежал как от меня со свечкой вверх и пошло-поехало идем вниз покажете судака судака это жереха показал ну да я как бы его никогда не ловил как бы сейчас кого судака научишь меня как-то вилка погода меняется быстро если тебе не нравится погода всего лишь подожди 15 минут через 15 минут он станет еще хуже так теперь же другое дело смотри как жили тостов курточка сочетается я вообще на стиле что тут сюда говорит по поводу дождя ты тут его в дождь ловил да да ну вот я бы вот здесь это попробую так а вот о море пошли два километра еще рок-фишить хоть 2 до того строка петерик будет но все и дуна впадает море а там наши были они стояли нас были паша били наши круглые везде были собираем тяжелую артиллерию держи поиска его шо по приманкам джиг 20 точка где-то ушастик по приманкам все что угодно ну реально любой силикон здесь суть рыбалки тут кидаешь в камыш и от берега от бровки отходят я начну скрыть то у нас глубина пропала но я так вижу просто по шкале что где-то за десяточку под камышом сколько метров а под камышом там резкий свал паш там может четыре метра сразу быть я понял и корни камыша да короче зацепов будет мама не горю что что-то на все те наверно пробью лучше сет сначала не у меня есть мы тоже на двойниках они камыши вот эти вот остатки просто они очень цепляются сам знаешь что судак и двойник это как говорится понятие неразделимая да а почему а потому что он любит когда не активен бороду его тым придавливать да предоставляю тебе право первого судака опа дядька ты свое первое право использовал по моему первое право это вправо это не это не тот это не местный это не за счет это не за счет судак обыкновенный вид лучеперых рыб семейства окуневых широко распространен в пресных водоемах восточной европы и азии по официальным данным достигает длины более одного метра и массы 10-15 килограмм характерной особенностью является наличие на челюстях крупных клыков что служит главным признаком при отличии его от ближайшего родственника берша судак типичный хищник охотящийся на мелкую рыбу и ракообразных как днем так и ночью в основном держится стаями на глубоких участках водоемов вблизи бровок и коряжистых завалов ценный объект промысла и всегда желанный трофей в любительском рыболовстве кстати вопросу она все вопросу овсет ну а все под жабру а все ты не секут вообще ребята вы чё опа авторились а все это должны быть просто нормальными острыми все будут сечь типичная осенние ловли дождь да да хорош это что значит значит он не активный пассивный суда он очень пассивный осет да а нижний секунд ладно я обстрел вам сейчас я имею ввиду что делая проводочку обстрела вот ох как чутенько прямо на на травиночку но 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 за нее мы сейчас будем заниматься отстреливаниями о соскочил того с обработать конечно смотрите наше видео мы там рассказывали как отстреливать приманку из зацепла к юмор она действительно смысл на джиг тут тоже точный заброс да понятно так я точно я положил ровно в камышинку сразу какой он злой здесь первый подброски в цепи так но в стрим он как бы чрева ты сам знаешь так еще чуть-чуть вперед о все хорошие отцепился ну так давай сюда и половин и под камышкой получается вот так вот так ты идешь ты все время в зоне этой самой активной атаки правильно опа о на подвисание так хоро 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 изображать из себя начинаешь убеждаться что рыбы здесь есть да не ну как рыба есть ловить иметь надо но тем не менее кстати во брюшет люди моря хиро савчик тоже серебрист кстати видишь зеленая такая вот отлив ну да у нас на кого-то по-другому выглядит улица рыба серебристая вот мы проезжали я видел вдоль камыша вот и те же штуки я видел что от них леска шла это по ходу вот эти ума кушать виды с макушатниками на столе получается к этому дереву 3 макушатника было привязано или чем но они просто помещают место где он стоит не заблудиться потом и вон там вижу тоже эти торчат веревочки короче здесь любое свободное место я так понимаю это место для макушатник надо под бережок под камышек положить ты понял святое ты понял пара по вам как я это называю окурок куда называется окурок ладно будем наказывать двойником пришло время ставить двойник получим темный виброхвост коряжки тут такие вообще 23 вообще на границе теста палки надо 24 ты же видел как я в турции лавина этот skyline до 18 грамм я на него повешу 30 потому что это пикер он не объем и тихо сейчас понаучиваешь людей не не но так какая смотря какой заброс делать не это понятно я так понимаю надо сдвигаться по чуть-чуть вдоль берега видишь да да есть вот так двойник он конечно оказывает 5 богородный слушай но это не те судаки которых я тебе хотел показать жерехи тоже сначала были не те искать другого я не против вернее я только за но видишь тема вдоль травки то давай я сейчас свою тему одна постановка так одно так шум представляет они мы тут не половине мы только по обрывались по разу и все еще раз по обрываться на но mail уходим с места тут рябинеет я крупного хочу они вот это я тебе обещал другу я я там уже поймал больше почти такой и по весу по сути я с вами кстати тоже отпустилась ты заметил он как минимум не такой как был у тебя всякий случай можно же подсаку возьми я как бы не уверен ну ну и что ты нам пока не понятно не вот такой я близко почти съедобный а съедобный это вот от 42 по моему нас по по норме съедобный считается не ну смотри 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 а не дунайская рыба сопротивляет не ну так согласись а так блин не пистон и как ты его никуда не туда подвел ты понял вообще какой резвый иди сюда вот в домике в домике но такое это реальная закилуха счет открыт сережа по судаку тоже это не 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 ты обещал двух и давай хоть попробуем может быть кого-то такие заел хвост жабры не ну красавчик ну а ну алло оба не стеклянный опа релиз есть да они тут сели чады хотя не и судаки и жереки да хотят сполоснуть раз-два-три елочка не знаю сколько он у меня подачу а там со стороны моря вообще так тихо кажется что уж тем этот остров прям среди зеркала жаного стоит вот такой шарик из деревьев да еще не остыл нормально даже рушит как раз правильной температуры там прям как по гладильной доске по какой-то такой прям вообще непонятный контакт значит я хочу поставить большой crazy флейпер буду укрупняться ты шо сейчас все будет только место поменять но вот так пойдем на первую точку под лодкой в отвес до на длинном зависание а хотели уходить да не вот так я о чем говорю лишь он неактивен ну такой на грани и опять-таки сады двойник папа и опять-таки буйный опять-таки буйный но видишь так клевать они буйны вы нигде за ноздрю сквозь ноздрю под глазницей прошел я что его снасть для того чтобы наказывать вот то может хвостовой явно даже назвал его не побоюсь слова анальный плавник на твои приманки так вот для него и для него есть за ничего а по авторелиз умыл умыл видишь за глазницу сквозь ноздрю то есть как это надо вот его вот это вот нюхать там что-то я не знаю шо он там рассматривал 1 . у нас и надо это но ночью вкус становиться ночью палатку разбивает лагерь мнение это через этот корж перетяешь там уже блин стараешься его поболее резу потому что есть вариант таким резким рынком через его пройти а есть вариант сделать ну так как сделали а сейчас если достаточно резко через него не перескочить gps якорь бедняга не выдерживает своего шнура тогда якорь не выдерживает моего шнура хороший шнура на единичка всего лишь они кстати сотри сюда не как это как камыша давай можно себе крючок навязать и так карася на поплаву клави как деды на камышину есть же здесь рыба которая меня ждет или тебя главное чтобы не этих местных дядек на этих тарантасах которые сети сплавом пускают что я считаю что промысел во внутренних водоемах должен быть запрещен этой рыбы не так много осталось понимаешь и может какие-то рабочие места людей а исконный промысел с другой стороны там где такие китобойства тоже исконный промысел каких-то там оля аляскинских алиутов еще у кого-то ну только если они дальше и будут выбивать тех китов ничего не останется пару забросить решил тряпкам там скучно без крэзи флэпера решил им там разы как разбавить их одиночество тряпочки вяжут когда крэзи флэпера а я понял это как поминальная тряпочка по грэзи флэперу можешь оторвать рукав от своей куртки и повесить рядом не хочет он вешать тряпочку там жалко ему понимаешь тряпочки а я судака там хотел взять на дереве хочет он понимаешь вестись а мог бы повестись хотя бы без уважения так возле этого леса я ловить двойниками не будет а я порискну рисковый парень я бы уже тоже такой же лагерь что да сейчас еще пару подрывов корну свет не рыба морг невозможно что-то багрелая блоков как сетка шло ну сопротивлять сопротивляет потому что еще за сколько какого паш а я знаю кто это может быть как вариант соли соли ну да такие жимы на эти либо как багрелая либо соня и всего выкачивать не были если это солны как вы солны сюда влезет который влезет сюда я его и так выйдет я конечно за это такое не знаю надо киву 8 9 блин как убрать нет давай давай я паш и отходи на нос я тебя поздравляю паш красава так как ты его щит и жидко не видишь какой-то порепаный тихо может в сетях где-то был сверху сподраны ну кабан парк да вообще какая-то неожиданная я даже как-то не успел вообще прозреть служа как он вон губу порвать в подсаку 10 10 половин 10 6 но по саку отними ну да где-то по десятка я тебя поздравляю на это твое очень мощная ты уже рад что ты вилкова поехал не на разведку есть но я тебя обещал джериха показать показать судака а ты вообще превысил ты какой-то в шоке нам еще ставить палатку разбивать лагерь а время уже позднее спасибо что были с нами подписывайтесь на канал ловите крупных рыб посещайте новые места пользуйтесь услугами правильных гидов да я обещал показать я показал что там лайк подписка все дела и да прибудет с вами рыба все равно я думаю она еще в шоке вообще какая-то у Субтитры создавал DimaTorzok